Я просто не могу налюбоваться красотами, видами, и это потому, что, наверное, я не выходила уже хрен знает сколько медитировать в лес, на природу. Как-то вообще забыла об этом. То есть повседневная жизнь, вот эта вся рутина какая-то так захлестнула, что я даже забыла, что я когда-то так делала. Когда-то куда-то выходила. Я сейчас много обдумываю. Прихожу к выводу, что в моём детстве меня окружали, как я вспомнила, только какие-то алчные люди, завистливые, ну какие-то не очень хорошие. Эти люди ещё чаще всего были недовольны мной, потому что я не делала того, что им было нужно. Я не соответствовала их требованиям, я им не нравилась. И сейчас я поняла, что в моей взрослой же жизни меня окружают такие же люди. Нет таких людей, которые бы мне помогли в чём-то. Обычное, простое человеческое понимание вообще в моём обществе отсутствует. В моём обществе отсутствует какая-либо поддержка именно меня. Да, это бывает, но очень редко, когда мне действительно плохо нет такого человека, вот ни одного, кто мог бы просто даже поинтересоваться, что произошло. Я даже, знаете, задумалась сегодня, может быть, дело во мне, может быть, я такой какой-то странный, плохой человек, и поэтому ко мне такое отношение. Не знаю, могут ли плохие люди сочувствовать кому-то, да, могут ли плохие люди помогать другим людям, могут ли плохие люди интересоваться вашим самочувствием, проникнуться вашей проблемой. Дело не в том, что я плохая, а дело в том, что я слишком, как сказать, спускаю всё на нет, да, то есть любое какое-то херовое обращение к себе я пытаюсь как-то сгладить, да, перевести на шутку. Ну, другой бы человек, да, с, не знаю, с характером или с чем, не знаю, любящий себя очень сильно, сказал бы, слышишь, да, ты какого хрена так со мной обращаешься? Я за редким исключением могу так сделать, в основном всё перевожу на шутку, могу посмеяться, то есть не вижу смысла из-за каких-то пустяков ругаться. Просто, понимаете, если действительно ты даёшь где-то слабину, да, если ты действительно как-то своими какими-то поступками, да, то, что ты не хочешь ругаться с кем-то, быть хочешь всегда для всех хорошим, услужливым, то есть если это слабость твоя, то что тогда сила? Сила быть козлом, ебланом, сила чтобы что? Я вот не понимаю. Но по сути, когда ты пытаешься быть хорошим всегда, никому это не нужно. Опять же, это воспринимают за слабость твою, ничего хорошего из этого не выходит. То есть ты пытаешься быть для кого-то, кем-то, кем не являешься для себя. Я страдаю от таких мыслей, страдаю такой хернёй только тогда, когда я одинока. У меня есть просто время об этом подумать, что-то бывает происходит такое не очень приятное, либо в семье, неважно, с друзьями, на работе, просто в социуме, с людьми что-то происходит по отношению к тебе. Тебе просто плохо. Вот мне сегодня плохо. Да, бывает и такое. Не каждый раз, не каждый день я позитив, я креатив. У меня это произошло, потому что недавно было расставание. У меня это произошло, потому что я одна, куча мыслей, куча страха также о том, что может всё быть не так, как я мечтала с самого детства. Я думала, вот честно вам скажу откровенно, что у меня будет семья, дети, дом, квартира, неважно, собака или кот. Это круто, это, как я уже говорила, нам навязали с самого детства вот эти все красивые картинки, да, красивые сюжеты, так сказать. Когда ты потом сталкиваешься с реалиями, получается вот то, что получается. Я уже говорила о том, что я в целом не жалею ни о чём, но печально, что ничего не выходит именно у меня, у такого якобы умного человека. Это очень печально. Но в своё оправдание, хотя оно мне не нужно, хочу сказать, что ум не везде применим. Я в плане семьи, отношений, потому что то, что знаю я, я применяю только в своей жизни, именно вот в плане себя. Я не могу это применить к другим людям, я не могу. Я, блядь, говорю им, толдычу, пытаюсь что-то наладить, что-то куда-то, к чему-то прийти, ни хуя не получается. К чему, к чему, к чему, как тогда? Я уже давно понимаю то, что мне нужен человек такой же, как и я. Я, в принципе, думала, что я такого нашла. Но нет, есть свои определённые но и да. Я здраво понимаю, что нет так нет, не получится ничего этого в моей жизни. Ну, значит, так должно быть, значит, я в этом мире для чего-то другого. Я и забыла, как это быть одной, с вот такой вот сжимающей болью внутри. Потому что ты одна, ты никому, по сути, ты не нужна. Ты остаёшься наедине со своей болью. Только одной тебе ты нужна, только ты есть у себя. Вот она, плата за одиночество. Ничего не бывает просто так в жизни. Но это моя плата, потому что у других людей всё иначе. Я просто зависима от общения с людьми. В частности, мужчин. Я зависима от мужчин, от их внимания. Но я не понимаю мужчин. Поэтому я одна и буду учиться понимать себя, принимать себя, принимать своё одиночество. Вот сейчас такой простой пример. Я выбралась. Просто вот хочу — вышло. Не хочу — не вышло. Когда я в отношениях, то это начинается подстраивание. Пошли вот эти уговоры. Ну, я хочу. Ну, а ты чего? Я не знаю, как это объяснить. Понимаете? Просто для меня, в моём понимании, отношения — это когда два человека делают что-то вместе. А жить вместе, но делать всё по раздельности, я не вижу смысла тогда. Зачем вы находитесь вместе? Да, многие люди говорят о том, что, блин, мы типа семья, мы создали детей, вот, и занимаемся каждым своим делом. Ну, окей, если эти два человека, именно эти два человека, это принимают и понимают, why not? Я так не могу. Мне вот, не знаю, может быть, я живу ещё какими-то детскими мечтами, но я хочу чувствовать человека, я хочу проводить с ним время, я хочу делать что-то вместе. Никто не говорит, блядь, находиться 24 на 7. Хотя и такое бывает. Ну, в моём понимании отношения — это когда вот так, когда ты вместе с человеком, и ты с ним что-то делаешь, вы ходите там к друзьям вместе, вы планируете что-то вместе, делаете вместе. То есть это и есть семья. То есть то, что ты не один. А я всегда в отношениях чувствовала себя просто настолько одиноко, настолько мне бывало иногда больно в отношениях. наверное, вот по чувствам душевным могу сравнить с тем, что происходит у меня сейчас. Так к чему тогда это всё? Если я что, одинока, и мне больно, да? И я испытываю такие чувства, да, херовые. Что когда я с кем-то испытываю те же херовые чувства? В общем, да, позади меня это дачи. Я не знаю, как этот район дачный, наверное, называется. Но здесь дачи. Ну, и богатеньких, в частности, людишек, и не только. Да, нужно выдвигаться домой. Домой я, в принципе, побыла со своей болью, поделилась немножко своими размышлениями с вами. И уже закат практически. Поэтому я буду выдвигаться домой, потому что мне ещё, не знаю, около получаса или минут сорок точно идти. Так что нужно уже выдвигаться. А то стемнеет, потом буду брести. Тут заблужусь ещё и умру. Да плачь! Надо мной небо, кстати. Чистое-чистое вообще. Облака есть только вот. Где-то там вдали. Красота! Реально, я так кайфую. Знаете ещё, что я заметила, что я всё время, особенно сейчас, как-то испытываю очень часто страх по какому-либо поводу. То есть при разговоре, конфликтном, каком-нибудь, да, с кем-нибудь. То есть это даже не страх, это какое-то волнение. Я не знаю, с чем это связано, наверное, с прошлыми отношениями, последними, которые у меня были. Я понимаю, что это что-то психологическое, а может даже и психическое. И не знаю пока ещё, как себе с этим помочь. Но знаю одно, что нужно в себе это как-то бороть. Потому что я, в принципе, понимаю, что такие разговоры, при которых я волнуюсь, ну, это такие какие-то мелочи. Ну, мне вообще нет смысла волноваться. Но почему-то вот внутреннее какое-то переживание, волнение иногда прям вот до боли. Так же всё время боюсь разочаровать людей, не оправдать их ожидания. Вот нужно учиться плевать на всех и вся, и заниматься только собой. У меня на это как раз сейчас есть и время, и желание, и место. В общем, все звёзды сошлись на то, чтобы мне заниматься своим психическим и психологическим состоянием. В такие минуты, когда в жизни, не знаю, какие-то перемены, может быть, что-то не складывается, когда испытываешь небольшой дискомфорт в чём-либо, хочется какой-то поддержки со стороны, но её нет, и тебя это печалит. Да, странно звучит, когда человек, в принципе, хочет быть один, он об этом на всеобщее обозрение заявил, а потом хочет какой-то поддержки от кого-то. Ну, это нормально, хотеть какого-то внимания, какой-то поддержки. Но дело в том, что её, допустим, я даже не получаю от родных. И то, о чём я, в принципе, и говорила, что я в целом всегда с самого детства была одна, я была предоставлена себе, я гуляла одна, я всё делала в детстве одна. То же самое, в принципе, что и на протяжении всей моей жизни. Никого вот такого вот прям единомышленника рядом со мной не было. Какими-то периодами, наплывами, набегами, да, попадались какие-то люди. Казалось, что они такие же, как и ты, что они твои единомышленники. Но рано или поздно вас жизнь либо какие-то моменты жизненные ситуации разводят, потому что, ну, вы, как оказалось, именно не те единомышленники. Я забыла, как это быть предоставленной только себе и своим мыслям вот так вот гулять, вот так вот проводить время только сама с собой. Реально я полдетства так. И в какое-то время, да, было в детстве грустило, но потом с этим как-то согласилась, смирилась, что, ну, вот так, у других как-то по-другому, у меня вот так. Ну, наверное, так и должно быть. Просто пытаться лезть кому-то в душу, пытаться навязаться кому-то или вот опять же быть угодной, хорошей надоело. Надоело и не хочется просто. Я лично просто устала. Настолько устала от этого всего. Так что у меня путь начался и продолжается по познанию себя и нахождении в своём одиночестве. В одиночестве на самом деле нет ничего плохого. У меня есть руки, ноги, ничего не произошло, я жива. Я душу прекрасным чистым воздухом. Я любуюсь просто такими красотами, о которых, может быть, кто-то мечтает. А я это вижу. Я это испытываю. Я радуюсь этому. Как может быть одиночество чем-то плохим? Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо.